Я христианин, христианство — это истина, Бог говорит со мной. Бог христианства — это истинный Бог, а Бог ислама — не истинный, ваш пророк не от Бога. Иисус Христос — это истина. Каждый может почувствовать дух. В такой момент твое тело горит, Бог говорит с тобой, и ты это знаешь. У тебя руки холодеют, ты начинаешь слышать Бога. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Так два стиха друг другу противоречат. Это показывает его ограниченность. А тот, кто ограничен, не может быть Богом. Саляму алейкум, братья и сестры. YouTube походу все. У меня есть канал Telegram. Если YouTube заблочат, сможем все равно также проводить стримы. По ссылочке в описании переходите, подписывайтесь. Чем занимаешься, учишься, работаешь? Я студент из Стамбульского технического университета. Во что веришь? Я христианин. С детства? Нет, я принял христианство. Долго решался на это. Когда в школе учился, мне девушка нравилась. А когда она умерла, я начал духовные поиски. И принял христианство. Я увидел и принял Бога. А вот в исламе чего нет такого, что есть в христианстве? Бог в христианстве истинный Бог. А в исламе я думаю, Бог неистинный. Когда я христианином стал, я начал говорить с Богом. И Он отвечал мне. Когда у нас проблемы, мы молимся. И когда читаем Писание, в котором говорится о слове, мы понимаем, что это божественное откровение. Это может казаться абсурдным, но это не так. Ведь Бог говорит с людьми. А в исламе я этого не вижу. Скажем, на протяжении недели я страдаю от какой-то проблемы. И так регулярно. Я молю Бога. И Он посылает мне решение на воскресной службе. Казалось бы, совпадение. Но я вижу, что Бог говорит со мной. А доказательства есть? Потому что я также могу сказать, что в исламе я вижу много знаков от Бога. Я тоже вижу в происходящем план Всевышнего. И тоже вижу, что это не просто совпадение. Мы тоже это чувствуем. Достаточно ли это доказательство, чтобы принять веру? Ну, конечно, это не научное доказательство, а личное. Я пережил это. И это причина, почему я принял веру. Это для меня личное доказательство. Мое переживание. А ваш пророк, я думаю, не является Бога избранным. Думаю, он не от Бога. Самое главное, это то, что Иисус Христос есть истина. Пара вопросов. Вот я Библию изучал. Ты можешь привести хоть один стих, где Иисус говорит «Я Бог». Ну, напрямую он не говорит так. Но есть ряд текстов, из которых это понятно. Вот я когда как следует изучал Библию, я не нашел ни одного стиха, где сам Иисус говорит, что Он Бог. Так кто меня убедит? Потому что в главах Библии я вижу много информации, из которой видно, что Иисус это божественный посланник. Так что, я в Иисуса тоже верю. Мусульмане должны принимать и любить Иисуса, чтобы быть мусульманами. Но ни в каком стихе Он не говорит «Я Бог». Что Он говорит в других стихах? Он только говорит «Я пророк Бога, которого Он послал вам». Он называет Себя верующим рабом. Рассмотрим несколько стихов Библии. В Евангелии от Иоанна, в главе 14 стихе 30. Иисус говорит «Уже немного говорить мне с вами, ибо идет князь мира сего». Кто это? В этом стихе говорится «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и у него нет власти надо мной». Так кто такой князь мира? Он говорит «У него нет власти надо мной». «Я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю». Встаньте, пойдем отсюда. Вот, князь мира сего. А кто такой князь мира сего? Это относится к Святому Духу. А я вот посмотрел перевод, и там говорится, что князь мира сего — это дьявол. Князь мира сего — это дьявол. Но потом исправили. Дьявол на Святой Дух. В обновленной версии. Так почему говорится, что он грядет, если это Святой Дух? В смысле, Святой Дух возвращается? Если это дьявол, то от него предостерегать надо. Ведь грядет опасность. Вот я так понимаю. Придет пророк, князь мира. Это указывает на пророка Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. Он последний пророк для всего человечества. В Иоанне 16.8 говорится, «И когда он придет, то докажет людям мира, что они имеют ошибочное представление о грехе, праведности и о суде». Так что князь мира будет делать, когда придет? Он покажет миру. Вы в грехе, вы живете неправильно. Он предостережет нас. Так что это никак не может быть Святой Дух. Потому что если он будет предупреждать меня, он должен говорить, рассказать мне об этом. Ты говоришь, иногда я чувствую Святой Дух, а иногда не чувствую. Ну тогда это несправедливо и нелогично. Почему? Потому что кто-то может сказать, он пришел ко мне. А другой скажет, нет, это иллюзия. А другой скажет, а ко мне он не приходил. Так что речь здесь, о пророке. Я понял, о чем ты. Вот эта фраза, «Князь мира сего». После нее в следующем стихе видно, что это дьявол. А почему дьявол называется князем? Ты говоришь, что это дьявол и что это Святой Дух. Ну, в этом стихе говорится о приходе Святого Духа. А потом дьявола. Мы дошли до 16 стиха. Там лучше объясняется. Убежденность в Святом Духе — это личный опыт. То есть это личное дело каждого. Ага. Когда придет Дух, это почувствуют все. Тело горит, когда Дух приходит. Это можно называть болезнью или безумием, но это правда. Бог говорит с тобой через Духа. Твои руки леденеют, и ты начинаешь слышать Бога. В Иоанне 16.13 говорится, «Вот когда Дух истины придет, Он введет вас во всю полноту истины. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит. И скажет вам, что должно произойти». Разве не видно, что этот стих говорит о приходе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха? Ты говоришь «утешитель». Если мы вот здесь посмотрим, ну ты можешь искать нового пророка. Ну здесь вся информация — это признаки пророка. Что думаешь, кто такой утешитель? Утешитель — это Святой Дух. В стихе говорится, что говорить он будет не от себя. Если я скажу тебе, что он реально существует, и что он является частью Бога. Он говорит только то, что Бог говорит. Ты усомнишься, так ведь? А ты подумай. В стихе сказано, он говорит то, что слышит. От кого он слышит? От Отца. Но разве у него нет абсолютной власти? Как же он тогда может быть Богом? Но это уже другая личность. Это другое. Ты говоришь «личность». Эта личность должна спрашивать разрешение? У другой личности. Нет, он передает то, что от него приходит. Но это как компания. Есть директор, есть представитель. И он говорит от лица фирмы. И подтверждает это документом. Вот так, в общем. Но здесь видно, что он исполняет повеление. Говорит только то, что слышит. Не от себя говорит. А если кто-то говорит не от себя, это показывает его ограниченность. А тот, кто выполняет повеление, не может быть Богом. Спрошу еще об одном моменте из Библии. В Евангелии от Матфея, 7.15.20, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград? Или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Так вот, если Библия учит меня, как отличить истинного пророка от лжепророка, как мы должны это понимать? Что пророк появится? Что будет истина и ложь? Так что, если бы Иисус был последним посланником, зачем тогда этот метод? Зачем мне метод, чтобы отличить истину от лжи? Почему бы было не сказать что-то вроде, «Я последний пророк. Никто после меня не придет». А нет такого понятия «последний пророк». Иисус не последний пророк. У пророчества нет конца. Пророчество продолжается. По сей день. Это возможно для каждого. Если кто-то говорит, что у него слово от Бога, можно его проверить по этому методу. Мы не говорим, что Иисус – последний пророк, и что пророчество завершилось. Есть только один комплексный момент. В последней части Библии говорится, «С этого момента ничего больше не придет». Ты можешь удивиться и сказать, «Он был последним пророком», но нет такого понятия «последний пророк». Конца пророчества нет. Почему тогда ты не считаешь Мухаммада пророком, а он не подходит? Чем? Посланием? В вопросе самопожертвования Иисуса уже неправильно говорится. Вы отрицаете, что Иисус пожертвовал собой. В Иоанне 5.30 говорится, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не стремлюсь исполнить не свою волю, а волю пославшего меня». Если Иисус – Бог, почему Он не может ничего делать сам от себя? И опять же я вижу, что Он человек. Он не может быть Богом. Без сомнения, у Иисуса человеческое тело. Он человек с человеческими страстями, нуждами. Он сказал, «Я не говорю от себя». И вот здесь Его страсти Ему не мешают. Имеется в виду, что говорящий здесь человек – это Бог, но в тексте-то этого нет. Это твоя трактовка. Ну да, потому что я связываюсь с тем, что сказано ранее. В Иоанне 8.28.29 говорится, «Итак Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя. Но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю, «Пославший Меня есть со Мною». Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Почему тогда Иисус говорит, что нужно угождать Создателю? Если Он и так Бог, Ему не нужно никому угождать. Только люди могут угождать Богу. То есть, если Он так поступает, значит, Он пророк, а не Бог. Я понимаю, но ты судишь с человеческой точки зрения. То, что Он говорит, на самом деле логично. «Я делаю то, что Ему угодно». Это естественно. Отец указывается как ссылка. Но если Он ссылается на Бога, выходит, Сам Он пророк, а не Бог. И делает то, что Бог хочет. Он говорит, «Я делаю только то, что Ему угодно». Говорю, что слышу. Делаю все, чтобы угодить Ему. Так почему ты не веришь, что Иисус — это просто человек? Вопрос, конечно, очень логичный. Но правильный ли он? Нет. Я познал Бога. Почитай предыдущие стихи, тогда поймешь. Думаешь, если я посмотрю, что-то изменится? Деяние 3.13. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил слугу своего Иисуса. Написано «слугу Иисуса». Как можно считать Иисуса Богом, когда говорится, что Он слуга? Есть ряд подобных стихов. Деяние 17.31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Ну вот же говорится, что Он человек. Но Он существует как человек. Но у Него божественная природа. Нельзя отрицать Его божественность из-за Его человеческих поступков. У Него есть и божественные поступки. Например, как прощение грехов. Есть два неразделимых аспекта. Кто-то говорит, Он на 100% человек, или на 100% Бог. Итого 200%. А разве так может быть? Нет, это нелогично. Он и человек, и Бог. А как Бог может быть одновременно Богом и своим же слугой? Это противоречие? Ты говорил почитать предыдущие стихи? Давай. Там слова пророка Моисея. Второзаконие 5, с 6 по 10. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». А вот второзаконие 6, 4. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш. Господь един есть». В арабском аналог этого. «Ля иляха илля Аллах». Нет другого бога, кроме Аллаха. То есть единого бога. А Моисей что сказал? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш. Господь един есть». Вы же Моисея тоже как пророка признаете? А он говорит, что Бог только один. Разве можно верить в троицу? Несмотря на то, что Моисей говорил, что Бог один. Да, брат, Бог только один. И мы видим его во взаимосвязанных божественных каналах. Это как разные инструменты, через которые Бог говорит. Это как ватсап. То есть ты говоришь, что Бог в человеческом обличии. Да. Но смотри. В главе числа 23.19 говорится «Бог не человек, чтобы ему лгать». Неужели он скажет и не сделает? Пообещает и не исполнит? И согласно этому стиху, Бог не человек. И он не может лгать. Что думаешь? И ты говоришь, что он может человеческий облик принять? Да. А разве это не противоречит стиху? Ну, Бог не человек. Ну, то есть он не потомок Адама. Дети Адама грешные. Бог пришел как человек, но отца у него нет. Так Иисус в итоге человек? Да, человек. Но говорится «Бог не человек». Ну, брат, ты цитируешь очень древние тексты из главы числа. Но ты же сказал «Я согласен». Так это уже дальше происходит. Бог принял человеческий облик и появился в виде ребенка. Так тогда это стиху противоречит. Потому что ты говоришь и то, и другое правда. В стихе говорится «Бог не человек, он не может лгать». Человек лжет, а Бог не лжет. Так же и Иисус не лжет, как люди. Но он человек? Конечно, человек. Ну, я тогда не понимаю. Понимаю, это сложно. Надо изучать это по частям. Но ты все еще считаешь, что Бог — это человек? Хотя в стихе ясно говорится «Бог не человек». Книга пророка Осии, 11, 9. «Я не поддамся гневу своему и не уничтожу вновь землю Ефрема. Я Бог, а не человек». Опять же, то же самое говорится. Когда я смотрю на старые и новые стихи, там одна и та же мысль. Говорится об одном и том же Боге. И там и там говорится, что Он не человек. Когда я читаю слова Иисуса, Он никогда не говорит «Я человек». А люди потом говорят «Иисус Бог или Сын Бога». То есть, они привнесли то, чего не было. Когда я читаю стихи о приходе последнего пророка, каждый стих говорит о нашем последнем пророке. Мир ему и благословение. Когда я изучаю Библию, я снова и снова вижу неопровержимые доказательства того, что Ислам истина. А я по-другому это вижу. Нет такого послания. Я же не ограничился одним примером. Мы минут 10 разговаривали. Даже больше. И можем продолжить дальше. Я много изучал Библию. Можем найти много стихов, подтверждающих Ислам. Даже ученый Хусейн Аль-Джиср нашел 114 подтверждений Ислама. 114! И все они описаны в его книге. Я вижу сотню примеров. Последняя религия истина. Пророк придет. Нужно задуматься об этом. Да, ты смотришь на это иначе. Но ты хотя бы поглубже изучи. Подумай. Я всегда читаю. Но иногда на работе занят. Поэтому я не готов. Мне нравится переписываться. Если есть вопросы об исламе, о хадисах, пожалуйста, спрашивай. Наша группа готова. Самое главное, что я хочу сказать, мы, мусульмане, тоже любим и верим в Иисуса, мир ему, как пророка. И верим в изначальное Евангелие и Тору, и в пророков прошлого. И мы верим в единого Бога, а Троицу отрицаем. Также последний пророк принес точную информацию. Если хочешь изучить глубже, мы готовы объяснить тебе ислам. Спасибо. Я понимаю, в основе есть различия. Спишемся. Без проблем. Рад был встретиться. Береги себя. Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста. И комментарии пишите. Это для дела нужно. Чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекции. И на канал подписывайтесь.